здравствуйте уважаемые любители рок-музыки за свое двухдневное пребывание в смоленске мы успели посмотреть первенство россии по легкой атлетике посетить пару музеев посмотреть главные достопримечательности города и перед отъездами смоленска в москву решили найти и посетить еще местный музыкальный магазин но есть у меня такая вот давняя привычка и традиция в какой бы стране и в каком бы городе я не побывал я обязательно посещаю музыкальный магазин и если есть хоть что-то интересное для моей коллекции гитар то обязательно покупаю и привожу домой но скажите уважаемые любители рок-музыки вот как может рок-музыкант проехать мимо мусторга мимо магазина который является представителем фирмы standard в россии вообще поэтому обязательно зайти посмотреть что тут есть за инструментом может вдруг какой-нибудь интересный инструментик есть как моего приобретем мы же коллекционеры любой гитарист любой музыкант всегда коллекционирует инструменты вы знаете в девятнадцатом веке восемнадцатом было такое правило которое отцы передавали детям ремесленники они говорили так сынок всегда приобретай инструменты они конечно имели в виду инструменты для производства но урок музыканта вообще у музыканта музыкальный инструмент тоже инструменты производства производство с продукции музыкальный поэтому волощук sd коллекционер гитар хороших только хороших и оригинальный пойдемте смотреть посмотреть на хорошие инструменты вы подскажите может у вас есть что-нибудь оригинальный инструмент какой-то хороший но только американский только только гитар в америке на родине электрогитар я к сожалению не бывал ни разу и оттуда гитара я как правило заказываю в индивидуальной комплектации или по моим эскизом вот пример вот этот великолепный firebird 7 я заказал в подразделении кастом-шоп фирмы гипсон почему заказал но нравится мне эта форма и разработал ее автомобильный дизайнер рэй дитрих который разрабатывал дизайны кадиллаков пакарда вот они наняли его чтобы он сделал дизайн этой гитары потрясающая гитара видите здесь рок в обратную сторону не так на всех других гитарах но она очень мощная хотя 63 года выпуска продать сейчас уже электроника здесь более новая поэтому она очень мощная гитара годится для любого стиля или вот этот вот мой именной инструмент который называю я волощука который я заказал в бутиковой американской фирме в бареор и сделали ее по моему эскизу видите здесь щука вырезана не просто наклеена вырезана здесь написано волощук sd на грифе видите как сбитые самолеты противника скелеты рыб обглоданные потрясающий мощный инструмент здесь фирменная моя подпись волощук sd поэтому это вот одна из моих любимых гитар красавица болотная такая лететь и не щука и не любит прятаться этом вот она красавица а в основном из других стран и из других городов я привожу уже готовые инструменты серийные но иногда мне везет и купить бутиковый инструмент вот в париже к примеру есть прекрасный магазин фендер и оттуда я привез вот этот вот потрясающий стил мастер который сделан по образу и подобию джаз мастера фендеровского и сделал его знаменитый американский мастер джеймс трусар его отличительной характеристика является то что он отделывает инструменты вот такой железной чешуей поэтому называется стил мастер джаз мастера стил мастер железный мастер и и это действительно гитара очень хороша для металла для тяжелейшей музыки потрясающие здесь звукосниматели датчики очень мощные керамические и поэтому звучит она великолепно классный а вот эту великолепную гитару этот страта каста я привез из амстердама ведь она такая потертая как будто побывала в рок-н-ролльных боях тоже инструмент кастом шоповский видите потёртый гриф здесь кастом шоп повезло такой инструмент редкость хотя тогда это было модно старели гитары специальные гитаристы сами старели и отведет уже прям кастом шоповском подразделении тоже их старели специально на самом деле инструмент новый классный инструмент тоже великолепный как и все по сути дела инструменты фирмы в лондоне продажа гитара сосредоточена на небольшой но очень известной улице дэн-марк-стрит такая коротенькая улица там буквально два может три десятка магазинов где продают музыкальные инструменты и мне очень хотелось пополнить свою коллекцию подписной гитарой браина мая а сын как раз учился там в оксфорде и мы к нему приезжали и вот я приехал и вы хотя я хотел купить этого гитару браина мая которая называлась red special которую он сделал из доски каминной доски со своим отцом сконструировал сам и которые потом делались по его лицензии вначале американской компании gil а затем британской компании burns но к сожалению такой фирменной гитары я там не нашел и выяснил что их производство в британии давно приостановлено и они делаются какими-то двумя частыми мастерами где-то в америке и неофициально производится в корее вот в одном из комиссионных магазинов на дэн-марк-стрит я такую корейскую гитару увидел но она была мало того что неофициальная так еще к тому же слишком поддержанная поэтому братья ее не стал но зато в этой же комиссионки я приобрел аутентичный фирменный знаменитый британский бернс марвин практически в идеальном состоянии но кто разбирается тут знает что британцы делали одну единственную гитару это фирма бернс они делали гитары которые они пытались сделать конкуренцию фендеру и видите форма напоминает страта кастов и у них получилось гитары они сделали их такими богатыми с дорогой фурнитурой для профессиональных музыкантов и гитары завоевали популярность или пользовались но потом производство приостановили поэтому это редкость в хорошем состоянии в идеальном практически найти такой инструмент классная машина но звучит она конечно по ритмен блюзовому по 50 60 году звук но для коллекции вещь очень ценная и еще там же в лондоне на той же дэнмарк стрит там конечно в основном продают корейский китайский гитар это самый продаваемый товар во всем мире они недорогие для начинающих музыкантов то что надо пока научиться играть потому что фирменный инструмент хороший стоит очень но там в конце было мы был один магазин в котором продавали настоящие бутиковые гитары американского мастера дома андерсона и вот вот этот телекастер я привез оттуда из этого магазина классный инструмент звучит потрясающе можно играть любую музыку начиная от легкой и кончай тяжелейший почему потому что он славится своей электроникой этот мастер сам делать электронику поэтому очень мощные датчики и чем она хороша она хороша для концертной деятельности почему потому что здесь несмотря на то что здесь хорошее дерево красное она с полостями внутри поэтому она не тяжелая если сравнить ее с полом то тот тяжелее гитма килограмма полтора прекрасный инструмент звучит вода глаз поэтому не зря я сходил на дэнмарк стрит и посмотрел и привез оттуда и марвина бернс и тома андерсона телекастер вот такой аппарат и даже из дубая из объединенных арабских эмиратов где гитарами фирменными то особо и не торгуют потому что там своя культура другая совершенно не рок-н-ролльная это я оттуда нашел там в одном магазине в торговом центре в музыкальном отделе я увидел фирменный американский стратокастер и попробовала он звучит классно хотя он серийный не бутиков и что мне еще понравилось я конечно же вспомнил свое босоногое детство все советские гитары практически все делались как под полированную мебель и поэтому я сразу вспомнил свою гитару мне брат подарил я помню тоже был полированных за не помню как она называлась она была такая полированная звучала там один и тот же звук был как не переключай а это прекрасный инструмент и я на нем сочиняю блюда потому что он необычайно мелодично звучит хотя я повторюсь это обычный серийный инструмент стратокастер классная машина и даже из всеми нами любимой турции место наше летнего отдыха не только летнего я привез их фирменный инструмент электро их со мной конечно продают в основном не электрический но я нашел электрический и как вы видите здесь масса переключателей которая регулирует звук но он напоминает мне наши советские гитары там тоже как не переключай как не клацать звук один и тот же громче тише а звук тембра практически один тот же таких действий но для коллекции просто потрясающий весь очень говорит ну согласитесь на глаз обалденно и скоро я буду петь одну вам восточную песню там его поиспользуем поиспользуем послушайте скоро но выбор конечно не такой как в москве но все равно приятно мусторг есть и смоленске сейчас нам подемонстрируют вот это вот испанскую гитару говорит что очень хорошо звучит не интересует гитара конечно под медиатор звучит хорошо обязательно возьмем мы пойдемте посмотрим что еще но это не богатство богатство любой музыкант особенно советском союзе вот и все паяли всякие прибамбасики ревербераторы всякие примочечки все все тут собирали богатство а сейчас пожалуйста бери все что хочешь все есть только зарабатывай деньги то есть хорошо играй идти вот хорошо платить до советском союзе конечно же инструменты производили но они от сильно отличались по качеству и по звучанию от западных американских в первую очередь гитар и барабанов у нас там рижские барабаны делают гитары там разные уральские делали московский но эта гитара под пальцы или победят под пальцем спасибо или на пойдемте ну что магазин конечно есть но инструментов приличных нету их то и в москве не так уж много хотя в москве очень много хороших американских японских инструментов но здесь я никому не нужны да и в москве основная масса это китай да корея потому что в основном берут начинающие музыканты это же основной массив покупателей поэтому их их и везут сюда эти гитары не стоит там 15 20 тысяч рублей их продают здесь я спросил к у вас тут хорошие гитары если не сказали тот самый лучший у нас 22000 из испании перец но я посмотрел там гриф искривленный торчат на владыц цепляются за пальцы для для кого-то может быть это и выдающийся инструмент такой инструмент мне покупать смысла нет в моей коллекции гитары немного другого уровня достойные это те инструменты которые можно передавать по наследству они только дорожают цене особенно они дорожают потому что в моих руках побывали я отмечаю вот на вот этой гитаре я придумал и сыграл вот эту песню историю гитары записываю а на вот этой вот эту а вот эта гитара я использовал съемках такого-то клипа и когда в ближайшее время уважаемый любитель рок-музыки и хэви метал попса шансончики волощук станет рок-звездой эти гитары возрастут цене кратно потому что она вам напомню за сколько совсем недавно на аукционе ушла гитара на которой записывали пинг флойд обратную сторону луны она была сто раз перепиленная запиленная у них там годами не влазил звукоснимателя не выпиливали кусок вставляли другой кусок она ушла бы если я не ошибаюсь за три с половиной миллиона фунтов стерлингов или долларов так на крайний случай вот что такое хороший инструмент и почему раньше папа сыну говорил сынок приобретай инструменты береги их накапливать вот и я это делаю всем рокерам привет и особенно хэви метал попса репа шансончиков великим виртуозом гитаристов смоленске конечно же не такой богатый выбор гитар как в париже лондоне ластердаме или в москве коллекционерам здесь поживиться нечем но для начинающих гитаристов инструменты имеются неплохие и доступные по цене а это объясняется тем что покупательный спрос все-таки там пониже чем в европе или в америке и в наших небольших российских городах предпринимателям которые продают музыкальную аппаратуру нет никакого смысла вкладывать оборотные средства в дорогие инструменты так как практически любой дорогой инструмент можно купить в интернете заказать и тебе привезут поэтому для смоленска это очень хороший музыкальный магазин где можно купить все основное необходимо и достаточное для музицирующих людей здесь есть всякие фурнитура звукосниматели кауки пик гарды все есть и есть недорогие инструменты самый дорогой я вам уже говорил здесь стоит 22000 а фирменный инструмент стоит от 5-6 тысяч долларов и выше без особенно заказной поэтому здесь все нормально все есть на этом я завершаю на широк путешествия по смоленску и мы уезжаем обратно в москву а всех любителей рок-музыки театральных спектаклей рок путешествий и ресторанных обзоров то есть всех любителей настоящей полноценной жизни я приглашаю подписываться на наш канал уверен вы узнаете здесь и много нового и много интересного до свидания друзья до скорых встреч из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу шу-мау а шу-мау а шу-мау а шу-мау